Это новости на Антенни 7. Я Марина Бугрова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Недоборы в техникумах. У нас есть бюджетные места. Можно ли найти хорошую профессию в средних учебных заведениях? Мобильное приложение спасет жизнь. Приложение занимает совсем немного места в памяти мобильного телефона. Все ли функции работают? Собрали все награды. Девладык нам очень хорошо помог. Кого омским рукопашникам уложить было тяжелее всего? А также самую длинную фотографию в мире создадут в Омске и волейболистки-амички ставят в цели. Сегодня в магазинах приложений App Store и Google Play появилось официальное приложение Министерства внутренних дел России. Презентацию провели масштабно в одно время по всей стране в режиме видеоконференции. Одним из первых приложения протестировал Денис Ионос. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Эта народная мудрость, по всей видимости, не обновлялась несколько десятков лет. Нет бесплатного мобильного приложения, нет друзей. Актуальную истину современного мира понимают и в Министерстве внутренних дел. Именно поэтому сегодня в самых популярных магазинах приложений для iOS и Android увидела свет официальное приложение МВД. Оно бесплатно и предельно понятно. Это чрезвычайно важная функция, экстренный вызов, когда человеку даже не надо искать ни в ближайший отдел полиции, не нужно искать своего собственного участкового. Выбрав эту функцию и сделав просто одно движение по экрану, человек, если даже в том крайнем случае не имеет возможности сообщить, что же с ним случилось, все равно не останется без помощи. Потому что существующая система геопозиционирования сможет локально и быстро, мгновенно определить, где находится в этот момент человек, возможно, остро нуждающийся в помощи. На главном экране расположены все функции. Быстрый вызов полиции, звонок идет в ближайший отдел или по федеральным номерам 102 или 112, отделение МВД на карте, ваш участковый с фотографией, номером телефона и местоположением, список разыскиваемых людей, прием обращений, штрафы ПДД, КОАП, алгоритм действий в экстренных ситуациях и новости, как федеральные, так и региональные. Все функции работают, наша съемочная группа в этом убедилась. Подтвердили работоспособность и по всей России на видеоконференции. Известный в Омске радиоведущий Иван Притуляк тоже оценил приложение одним из первых. Уже успел выделить плюсы и минусы. Очень хотелось бы, чтобы приложение приучилось более-менее к оффлайну, потому что постоянно на онлайн рассчитывать в нашей стране не всегда и не везде возможно. Считаю, что оценивать его уже сейчас как готовое слишком рано, нужно дать ему определенное время для роста. Качать и пользоваться шибко рекомендую. Вещь хорошая. Кстати, приложение уже предлагает обновиться. И, как уверили разработчики, будет это предлагать довольно-таки часто. Приложение занимает совсем немного места в памяти мобильного телефона, но содержит полную базу данных по всем регионам страны. Есть даже недавно присоединившаяся Республика Крым. Так вот, оказавшись в другом регионе, это приложение будет работать точно так же, как и в месте вашего проживания. Денис Ионов, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Парад духовых оркестров, театр живой истории, выставка «Город мастеров». Это только малая часть того, что в День города смогут увидеть амичи и гости Омска. Сегодня на пресс-конференции, которая прошла в новом офисе Департамента культуры, рассказали о некоторых деталях праздника. Следуя выбранному в прошлом году слогану «От окраин к центру», торжества начнут проводить уже 1 июля во всех округах Омска. Череда праздничных мероприятий завершится в центре города в день его рождения. В первое воскресенье августа. Кульминацией торжества станет сценическое шоу между Комсомольским и Юбилейным мостами. Сценарий Дня города – это абсолютно новая географическая точка. Приступили, так скажем, к реализации благоустроительных работ. Вы уже, может быть, заметили, что там ведется кронирование, сейчас проводятся деревья. Будет укреплена набережная реки Ом, для того, чтобы наши амичи могли с удовольствием наблюдать с одного берега Ами, смотреть сценическую площадку и происходящее на противоположной реке Ом, где будет установлена большая сценическая площадка. Добавлю, что в праздновании Дня города впервые будут использованы и современные технические возможности. Появятся фонтаны со светолазерной установкой, а также водопады из светодиодных сеток. Работать есть где, вот только некому. Перспективы среднего образования обсудили сегодня за круглым столом. Работодатели, специалисты службы занятости, представители техникумов. По данным работодателей, сегодня рынку необходимы 70% выпускников средних учебных заведений. Но молодые люди в основном стремятся получить высшее образование. Как колледжам удается привлекать абитуриентов и какие сейчас существуют программы развития среднего образования? В материале Светланы Урванцевой и Сергея Горбунова. У нас немножко изделие падает с плеча, нужно его немножко подтянуть в области плеча. Платье не из ткани, а из бумаги – задание для развития фантазии. У дизайнеров должно быть незаурядное воображение, понимает Оксана. Девушка учится в техникуме лёгкой промышленности на четвёртом курсе. Можно сказать, я побоялась идти на высшее, а с другой стороны, потому что в высшем учебном заведении мало практики, больше теории даётся. А в техникуме как раз, можно сказать, поровну. Теория делится с практикой. Большое количество часов практики поможет устроиться на работу, говорит Оксана. Можно пойти в ателье или на фабрику. Девушка уже была на практике и на предприятии, после которой её позвали работать. Но Оксана планирует дальше поступить в институт сервиса. После техникума почти все выпускники расходятся по вузам или трудоустраиваются. Безработных мало. И всё же набор в это учебное заведение в последнее время уменьшился. Правда, преподаватели считают, что это временно. Набор, конечно, уменьшился по сравнению с предыдущими годами. Но вы знаете, что в стране наблюдалось как раз-таки те выпускники, которые должны к нам приходить, они попадают на ту демографическую яму, которая произошла в период 1991 по 1996-1998 года. То есть, естественно, и к нам народу приходит немножко меньше, чем мы ожидаем. И всё же в техникуме лёгкой промышленности на дизайнеров сейчас учатся даже мальчики. Андрей свой выбор объясняет просто. В этом техникуме все студенты учатся бесплатно. Коммерческих мест нет. Для молодых людей существуют центры содействия трудоустройству. Найти вакансию можно уже на практике. И всё же не хотят омичи идти учиться в колледж. На протяжении всех последних лет сокращение бюджетных мест не происходило. Происходило сокращение контингента. У нас есть бюджетные места. Всех сидящих можем воспринять тоже на обучение. Только неким их заполнить. Поэтому поднимать престиж образования уже начали. В силу вступил закон о реорганизации училищ. Это не означает, что их закроют. Просто присоединят к учебным заведениям, среднего образования, колледжам и техникумам. Самолет из Вьетнама с омскими туристами удачно приземлился накануне в 21 час 30 минут в аэропорту Омска. За сутки до этого в интернете появились рассказы о мячей, которые не смогли вылететь вовремя из-за технической неисправности лайнера. У самолета отказалась система набора высоты. К другим темам. В мире может появиться самая длинная фотография. 80-метровый снимок будет создан в Омске. В ближайшие выходные 17 и 18 мая омичей приглашают принять участие в фотопрогулке по городу. С собой обязательно нужно взять фотоаппарат, заряженный черно-белой пленкой. Фантазию разрешается не ограничивать. Фотографировать можно людей, животных, город в различных жизненных ситуациях. Авторы такой акции – омский фотохудожник Василий Мельниченко и питерский художник-концептуалист Андрей Чежин. По их замыслу фотография будет состоять из нескольких сотен изображений. Ее презентуют 29 мая на открытии первого в нашем городе паблик-арт-фестиваля «Пространство множественности». Это будет классическая фотография. Желатино-серебряная печать, никакой цифры. Понятно, на плотер, если сможешь найти такой рулон, зарядил да печатай, нет проблем. Здесь нет. Здесь все будет печататься фотоувеличителем, красные фонарики, химия. Но для того, чтобы нам создать такую огромную фотографию, мы хотим, чтобы у нас было соавторство. И это будут разные негативы, разные сюжеты печататься на один лист. То есть из разных сюжетов мы соберем один сюжет. Одной вот этой длинной фотографии. О том, куда и когда приносить итоги своей творческой прогулки, можно узнать по телефону 50 66 79. Ходить пешком полезно для здоровья, а ходить пешком под музыку приятно. Об этом подробнее расскажет Денис Ионос. Рубрика «Ай-Гаджеты». Смотрим. Привет, это «Ай-Гаджеты». Тем, кто ищет вдохновение, ученые рекомендуют выйти на улицу и прогуляться пешком. Исследование, опубликованное в журнале по экспериментальной психологии, показало, что это работает. Причем не обязательно гулять на свежем воздухе. Ходьба по офису также полезна, отмечают исследователи. Компания «Джоу Бон» не слишком активно налегает на расширение ассортимента своей продукции. Однако назвать это недостатком будет совершенно неверно. Два наиболее известных и примечательных устройства – браслет «Апп» и акустическая колонка «Джембокс». Вес этой малютки составляет всего лишь 255 граммов, что, несомненно, немного для устройства в металлическом корпусе. Среди цветовых вариантов можно найти самые смелые и яркие колонки. Динамик выпускается в девяти цветах. «Мини Джембокс» умеет и соединяться через Bluetooth практически со всеми устройствами, имеющими данный беспроводной интерфейс. От батареи миниатюрный вариант «Джембокс» смело отрабатывает заявленное время – 9-10 часов. Основные элементы управления «Мини Джембокс» располагаются на верхнем и правом торцах. Сверху три кнопки управления воспроизведением и громкостью, сбоку кнопка включения, создание Bluetooth-пары, микрофон, разъем microUSB и аудиоразъем для проводного подключения. Чтобы всегда быть вдохновленным, пойду прогуляюсь, чего и вам желаю. До встречи! В Омске установлен новый размер прожиточного минимума на душу населения. Его величина теперь составляет 6772 рубля. При этом для трудоспособного населения минимальный прожиточный минимум установлен на уровне 7184 рублей. Для пенсионеров это 5470 рублей, а для детей 6873 рубля. Новое дошкольное заведение сегодня появилось в поселке Амурске. Здание старой школы ремонтировали 4 месяца. И вот, наконец, Тодетский сад номер 50 распахнул свои двери для 120 детей. Вместе с юными омичами качество работы ценили и мои коллеги Наэль Барбара и Александр Филиппов. Церемония открытия сегодня – это настоящее искусство. Критики, возможно, с этим утверждением не согласятся, но, как говорится, хорошее начало полдела откачало. Для успешного торжества вам понадобятся профессионалы своего дела. Один блестящий танец, чтобы выразить всю энергетику происходящего. Несколько строчек завораживающих стихов. Жаль, что всех не защита. Может, то, может, вести хорошо, когда мы вместе. И, конечно, выступления современной музыкальной группы. Так и поступили руководители нового детского сада в Амурском поселке. Зрители были в восторге. Конечно, по традиции ни одно подобное мероприятие не обходится без речей. Очень жаль, но в тот момент, когда речь зашла о каких-то очень важных вещах, нам пришлось покинуть актовый зал. Мы решили заняться более важными для нас делами и отправились на встречу со специалистами по вопросам об устройстве современных детских садов. Для того, чтобы выяснить, все ли здесь соответствует стандартам качества. Мы находимся в Святая Святых детского сада номер 50. Это кухня. Здесь будут готовить детям пирожки, каши, супы. Мы хотим задать вопрос главному специалисту по детсадовским делам. Мария, как ты думаешь, здесь хорошо будут куар кормить? Да. Почему? Потому что он новый, красивый, здесь все так по-новому сделано. Тем временем торжество в главном зале учреждения набирало обороты. Как бы то ни было, наша исследовательская группа со всем пристрастием продолжала свои изыскания. До тех пор, пока не встретила заведующего детского сада. Многие нас поймут, мы не смогли пройти мимо. Не задав пару насущных вопросов о планах на будущее. Мысли и планы мы пока рассказывать не будем, потому что потом у нас мысли и планы наши перехватят. Но для того, чтобы у нас все шло в ногу со временем и вперед, мы, во-первых, закупили современное оборудование, у нас есть интерактивная доска, у нас мы для каждого педагога закупили ноутбуки, то есть чтобы педагоги могли уже как-то на более современном уровне проводить свои занятия. Конечно, как специалисты высокого класса мы не могли просто поверить словам и решили сами все проверить. К сожалению, Мария, наш главный эксперт, вынуждена была уехать, видимо, неотложные дела. Но мы не были бы телекомпанией высокого уровня, если бы не нашли других профессионалов. Ну а сейчас мы находимся в игровой комнате. Конечно, она оснащена по последнему слову техникой, новой мебель, телевизоры, но, конечно, последнее слово за специалистами. Как вам игровая комната? Скажите, что понравилось? Мне понравилась пожарная машина, а мне понравилась самолет. В конечном счете, обнаружив пару недостатков и получив заверение от главного подрядчика о том, что все будет исправлено, наша исследовательская группа подводит итог. Детский сад действительно соответствует всем современным требованиям. Наэль Бурбар, Александр Филиппов, Фонтена 7. О спорте. Волейболистские амички второй год подряд завоевали бронзовые награды чемпионата России и путевку в Лигу чемпионов. В матче за третье место в подмосковном Одинцово наши девушки со счетом 3-2 обыграли краснодарское «Динамо». В аэропорту команду встречали Владимир Истомин и Сергей Горбунов. Первыми в зале для встречающих появились те, на кого обычно ложится серьезная нагрузка. Пасующие и принимающие игроки сил на эмоции интервью еще хватало. Напряжение именно, что, наверное, финальный матч. И кто выдержал психологически, думаю, что больше вот эти моменты были, чем какие-то игровые, технические. Бабишину поддержал капитан команды Елена Юрьева. После неудачной серии с московским «Динамо» амичкам непросто было настроиться на матч за бронзу. Команда собралась и победила. Почему произошел такой сбой в игре со столичными волейболистками? Ответ на этот вопрос до конца не найденный по сей день. Я и сама очень много анализировала. И ни кривя душой не спала ночами, думала, почему так получилось. И с девчонками обсуждали, не знаю, почему не получилось. Или «Динамо» вышла на свой пик. У нас какой-то был там спад, яма как раз. Ну, просто «Динамо» потрясающе играла. И принимала, и забивала, и блокировала. Когда они поставили 24 блока, мы 3. Мы ничего не могли с ними сделать. Главный тренер Зоран Тирзич считает, что роковую роль сыграла травма Натальи Мамадовой. Предвидеть такое развитие событий заранее было невозможно. В курсе. Легко говорить сейчас, по прошествии времени. А тогда у нас была задача стать вторыми в регулярном чемпионате. И поэтому я ставил Мамадову на матче с «Уралочкой» и Краснодаром. Новое повреждение в игре с московским «Динамо». Это было трудно предугадать. Травмы помешали нам сыграть в полную силу. В целом, сербский тренер доволен сезоном. Мамечка сохранила свою позицию в топе лучших команд России. «Постоянство» – это хороший показатель работы клуба и команды. Мы по-прежнему в числе сильнейших и каждый год делаем определенные шаги вперед. В этом сезоне мы успешно выступили в Лиге чемпионов и заслуженно стали вторыми в регулярном чемпионате. «Быть в лидерах – это цель остаются у Мамечки на следующий сезон. Для этого нужно профессионально подойти к подбору состава». «Самое главное для нас – это скомплектовать команду. Потому что надо иметь в виду, что в следующем сезоне динамовские команды Москвы, Казани и Краснодара будут сильнее. Большинство волейболисток останется в команде. Мы обязательно укрепимся одним-двумя игроками высокого класса». Владимир Стомин, Андрей Балахин, Сергей Горбунов. Антенна 7. Спортсмены Омского клуба «Десантник» в четвертый раз выиграли открытое первенство России по русскому рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов. Турнир проходит при поддержке патриарха Кирилла. Нынешняя победа Мечей – самая яркая. Ребята привезли из Москвы в родной город семь золотых, две серебряные и одну бронзовую награды. Три приза за лучшую технику и главный командный приз соревнований. По словам ребят, главный приз турнира бронзовая статуэтка основателя российских десантных войск Василия Маргелова попала в надежные руки. Название клуба «Десантник» взято не с потолка. Наряду с занятиями рукопашным боем ребята постоянно держат связь с 242-м учебным центром ВДВ, знакомый с азами десантной службы. А еще клуб православный. Большинство ребят верят в Бога. По мнению лучшего спортсмена турнира Николая Перепелицы, молитва помогала. Перед отъездом ходили в церковь, нас батюшка благословил, вот помогло. Добили хороших результатов. Из десяти человек все в призах. Десантник клуб особый, но не закрытый. По словам его руководителя, офицера, участника афганской войны Александра Иванникова, часть ребят занимается в клубе не будучи православными. Омская Таврическая епархия действительно поддерживает клуб и духовно, и материально. Помогла ребятам выступить в Москве, представить наш регион на столь престижных соревнованиях. Да, Владыка нам очень хорошо помог. Поэтому мы полетели как короли на самолете туда и обратно. А мечи лучшие среди 32 клубов раскрылись во всей красе. Более десятка нокаутирующих ударов не забыли и про борцовскую технику. Максим Панмарев выиграл важный поединок болевым приемом. Максим один из самых техничных бойцов клуба, сейчас он заканчивает 11 класс и уже подал документы для поступления на воздушный десантный факультет. Этот кубок, который мы выиграли в Москве на чемпионате России среди православных военно-патриотических клубов, станет моей визитной карточкой. Я получил бесценный опыт на этих соревнованиях благодаря моим тренерам, которые помогают мне во всем, в поступлении, которые воспитали меня. Владимир Стомин, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Свои интересные темы сообщайте по телефону нашей редакции 308 058. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приходи, выбирай, покупай. С 12 апреля по 18 мая участвуй в акции и выиграй путевку в Италию. Братись. Слышишь? Драгоценный дождь. Окунись в роскошь каскада. Воплоти фантазии и мечты в реальность. С 15 апреля по 30 мая участвуй в акции и стань обладателем путевки на остров Тенерифе и других подарков. Редактор субтитров А.Егорова